Идеальных колясок попросту не бывает, как и идеальных мам. Мы собрали самые популярные недостатки детского транспорта. Будьте внимательны. Первое. Большой вес. Даже если при своем весе в 15 килограммов коляска отлично управляется и даже летает как пушинка, наивно полагать, что вы ничем ее не загрузите. Как минимум у ребенок весом от 3 килограммов, плюс комбинезон, плед, а то и валенки, плюс овчинный конверт, плюс сумка со всем необходимым. Если у вас в доме нет пандуса или лифта, для такого комплекта понадобится не хрупкая женщина, а подъемный кран. Второе. Нерегулируемая ручка. Коляска может быть божественно красива, неприлично дорога и желанна. Однако если у нее не регулируется по высоте ручка и мужу приходится сгибаться пополам на прогулках с малышом, а вам толкать это произведение искусства подбородком через месяц, вы готовы будете оставить ее на помойке. Обязательно проверьте ручку еще при покупке в магазине. Третье. Скромные размеры. Выбрав миниатюрную коляску, которая впишется в любой проем, виртуозно пролезет в дыру в заборе парка и со свистом влетит в самый маленький лифт. Вы достаточно скоро столкнетесь с обратной стороной медали. Запихнуть в нее пухленького ребенка, особенно в зимнем комбинезоне или одеяле, практически невозможно. Четвертое. Внушительные размеры. И наоборот, широкое спальное место. Огромная утепленная люлька и большая устойчивая колесная база не кажутся такими уж преимуществами, когда вы животом вталкиваете свой танк в стандартный небольшой лифт. Перед походом в большой магазин колясок обязательно измерьте все преграды, которые возникнут на вашем маршруте в доме. Пятое. Неповоротные колеса. И почему дороги, дорожки и тротуары не делают ровными, как по линейке? Ландшафтные изыски перестают радовать, когда в стотысячный раз нажимаешь на ручку коляски, чтобы передние колеса приподнялись и дали повернуть в нужную сторону. Шестое. Поворотные колеса. Думаете, они избавят от всех бед, а коляска будет управляться одним пальцем? Да, если вы гуляете по ровной асфальтной дорожке. Но стоит вам только оказаться на неровном покрытии, лесной торопинке, заснеженной дорожке или, о ужас, перед бордюром, как колеса начинают двигаться, поворачиваться каждая в свою сторону или вообще остановиться поперек, заставляя вас раз за разом проделывать акробатические трюки. Седьмое. Разная ширина передней и задней оси. Кто хоть раз пытался преодолеть рельсовый пандус с коляской, о которой оси разной ширины, тот в цирке не смеялся. Восьмое. Плохая амортизация. Ох уж эти жесткие колеса, не снабженные никакими пружинами. Даже если вы привыкли к тому, что на асфальте или дорожке из плитки ваша коляска звучит, как коробчонка, в которой ехала небезызвестный лягушонок, смотреть, как с круглыми от ужаса глазами подпрыгивает в ней младенец, просто невыносимо. Девятое. Ткань. Продуваемая, промокаемая, клеенка дубовая, выцветающая, электролизующаяся. Ткань, на которой кроха ужасно потеет, ткань, на которой остаются пятна даже от воды, ничем не отстирывающаяся светлая ткань. Иногда кажется, что нормальных тканей для колясок не существует.